Клетка – это основная единица организма. Также клетка – это наименьшая форма жизни, которая может самовоспроизводиться. Клетки нашего организма довольно сильно отличаются друг от друга. Тело человека насчитывает более 200 различных типов клеток, от длинных тонких нейронов, длина которых может достигать более 1 метра, до макрофагов, поглощающих патогены, до миоцитов, которые могут сокращаться. Но несмотря на различия, у них много общих признаков. Клетку можно сравнить с небольшой квартирой. Ну а какая квартира без стен, отграничивающих пространство внутри клетки? Эти стенки представляют собой клеточную мембрану, и они состоят из двойного слоя молекул фосфолипидов. Фосфолипиды имеют головку из отрицательно заряженного фосфата, который является гидрофильным, и хвост, который состоит из двух жирных кислот. В воде фосфолипиды образуют бесслой, где гидрофобные хвосты ориентированы внутрь, где нет воды, а гидрофильные головки ориентированы наружу, контактируя с молекулами воды. Таким образом, плазматическая мембрана образует стенку с водой с обеих сторон. Эта стенка полупроницаема, то есть пропускает одни молекулы, например, кислород или углекислый газ, но не пропускает другие, например, глюкозу. К счастью, в стенах есть двери и окна, которые представляют собой особые белковые каналы. Эти каналы позволяют воде и определенным ионам, таким как натрий и калий, входить и выходить из клетки. Как и в любой хорошо построенной квартире, у нашей клетки есть прочный каркас, который называется цитоскелетом. Цитоскелет состоит из белковых компонентов, таких как микрофиламенты, микротрубочки и промежуточные филаменты, которые обеспечивают структурную стабильность. Цитоскелет очень динамичен, что позволяет клетке изменять форму, выборочно сокращаясь и расширяясь, что важно для некоторых функций клеток, например, сокращение мышц, деление и даже движение. Цитоскелет также помогает структурам внутри клетки перемещаться из одной области в другую. Давайте заполним квартиру. Клетка заполнена внутриклеточной жидкостью, называемой цитозолем, который содержит различные ионы, например, натрий и калий. Кроме того, в клетках есть ряд органелл, которые похожи на маленькие комнатки в нашей квартире. Вместе цитозоль и органеллы составляют цитоплазму клетки. Ядро – это узкоспециализированная органелла, которая является вместилищем для генетического материала. Можно представить ядро как кабинет с книжными полками, содержащими различные книги и руководство. Как сделать ремонт, как сделать перепланировку, как поговорить с соседями, как вынести мусор и так далее. Продолжая аналогию, каждая книга будет похожа на ген, который содержит информацию. Это план или чертёж, которые необходимы для создания определённого белка. Буквы и слова в книгах написаны на языке ДНК. ДНК представляет собой одну длинную молекулу, некоторые части которой кодируют гены. Эти участки соединены с другими частями молекулы, которые не кодируют гены. Если молекулу ДНК растянуть, она была бы длиной около двух метров. Но ДНК плотно скручена и плотно упакована. Во-первых, она скручена вокруг белков, называемых гистонами. Это выглядит как жемчуг на нитке. Но затем это ожерелье складывается всё больше и больше, создавая чрезвычайно аккуратно сложенную и плотно упакованную форму ДНК, которая называется хромосомой. Чтобы создать белок, ДНК определённого гена должна быть транскрибирована или скопирована в РНК, а именно в информационную РНК. Специальные структуры внутри клетки, называемые рибосомами, могут затем использовать копии и РНК для производства белков. Рибосомы создаются структурой внутри ядра, называемой ядрышком, из рибосомной РНК или РРНК и белков. Это мастерская в нашей квартире с мини-3D принтерами, печатающими различные приспособления и инструменты. Рибосома преобразует ИРНК в цепочку аминокислот, которая формирует белок в процессе трансляции. Рибосомы производят трансляцию на основе триплетного кода, где каждые три нуклеиновые кислоты в последовательности ИРНК соответствуют одной из 20 аминокислот, или стопкодону, который сообщает рибосоме о прекращении синтеза белка. Чтобы всё это визуализировать, можно представить рибосому, плавающую в цитозоле. Как только эта рибосома связывается с ИРНК, она использует цитоскелет, чтобы помочь добраться до органеллы, называемой эндоплазматическим ретикулом. Рибосома прикрепляется к поверхности эндоплазматического ретикулома и начинает транслировать ИРНК в белок. ЭПС удерживает множество рибосом на своей поверхности, каждая из которых транслирует белки. Чтобы создать для этого достаточную площадь поверхности, ЭПС представляет собой непрерывную компактно уложенную фосфолипидную мембрану. Что-то вроде огромного спущенного воздушного шара, который скомкан. Он небольшого объёма, но с большой площадью поверхности. Часть ЭПС, производящая белок, называется шероховатой, поскольку рибосомы напоминают крошечные бугорки, из-за которых ЭПС выглядит шероховатой под электронным микроскопом. Существует также гладкий эндоплазматический ретикулом, который участвует в производстве липидов, таких как хлистерин и фосфолипиды, которые клетка может использовать для создания мембран. В некоторых клетках, например, в печени, гладкая ЭПС помогает выводить токсины, что сравним с ванной комнатой. В других клетках, например, железистых, гладкая ЭПС использует холестерин для создания различных стероидных гормонов. По этой причине некоторые специальные клетки, продуцирующие гормоны, например, гормон, продуцирующий клетки семенников, имеет много гладкой ЭПС. Следующая органелла называется аппаратом Гольджи. Она упаковывает в пузырьки, состоящие из двойного слоя фосфолипидов, белки, липиды и гормоны, которые образуются в ЭПС, и затем распределяет их по клетке. Аппарат Гольджи как гараж, где стоят упакованные коробки, которые иногда перемещаются и хранятся в других комнатах. Существуют транспортные пузырьки, которые перемещаются внутри клетки, и секреторные пузырьки, которые перемещают молекулы из клетки. Процесс известный как экзоцитоз. Можно сказать, вынос мусора, но это не всегда только лишь мусор. Примером визикулы, которая остается в клетке, может быть лизосома. Она содержит ферменты, которые расщепляют другие молекулы, а также крупные органеллы. И, наконец, митохондрии – органеллы, которые служат генераторами энергии. В цитоплазме глюкоза проходит через гликолиз – метаболический путь, который расщепляет шестиуглеродную глюкозу на молекулы, которые представляют собой трехуглеродные компоненты, называемые пируватом. Оттуда пируват попадает в митохондрии и проходит цикл лимонной кислоты или цикл Крепса, а также цепь переноса электронов, чтобы произвести аденозинтрифосфат или АТФ. Этот процесс требует кислород, поэтому он называется аэробным дыханием. Побочными продуктами этих реакций являются углекислый газ и вода. В конечном итоге из каждой молекулы глюкозы, попадающей в клетку, вырабатывается около 32 молекул АТФ. С другой стороны, если глюкозы недостаточно, наша клетка может утилизировать жирные кислоты с выделением энергии. Этот процесс называется бета-окислением. Митохондрии могут работать только с жирными кислотами среднего размера. Специальная органелла, называемая пероксисомой, измельчает длинные жирные кислоты до средних. В процессе образуется опасная перекись водорода, но в пероксисоме есть фермент под названием пероксидаза, который безопасно превращает перекись водорода в воду и кислород. Резюмируем. Фосфолипидный бесслой образует клеточную мембрану, которая является стенкой клетки, а внутренняя структура клетки состоит из цитоскелета. Основные органеллы – это ядро, в котором находится ДНК, эндоплазматический ретикулум, который синтезирует белки, липиды и жиры, и митохондрии, которые обеспечивают клетку энергии с помощью аэробного дыхания при утилизации глюкозы или бета-окисления при утилизации жирных кислот. На этом у меня всё. Спасибо за внимание. Если понравилось видео, расскажите о нём друзьям, поставьте лайк и прокомментируйте. Это очень помогает развитию канала и нашей работе.